Я приветствую всех тех, кто меня сейчас смотрит. С вами Елена. И очередной урок английского языка для школьников третьего класса по программе Кузовлёва English Stream. Сегодня мы продолжим с вами четвёртый юнит, четвёртую главу. И второй урок в ней звучит так. Holidays and gifts. Праздники и подарки. В этом уроке вы познакомитесь с традициями празднования Рождества в США. Также узнаете правила чтения буквы Ю в открытом-закрытом слогах и в сочетании с буквой Р. А также узнаете, что же Хью заказал Санта-Клаусу на Рождество. И помимо этого будет много всего интересного. Начнём с первого задания. На Рождество Хью подарили подарок. Что ему подарили? Найдите в словаре незнакомое слово. Сейчас вы прослушайте аудиозапись в сопровождении с текстом. Затем мы с вами этот текст прочитаем вместе и переведём. What is it? It is a puppy. И зачитаем этот текст вместе. My uncle gave a wonderful gift to me. It is funny and cute. It has a purple color. It likes music. It jumps and runs a lot. Hurly, burly. What is it? It is a puppy. И обратите внимание, что в этом тексте у нас будут использоваться разные времена. Прошедшее время в первом предложении, а затем настоящее время. Со смысловым глаголом, а также без него. И какое же незнакомое слово из всех тех, которые вы сейчас прочитали вместе со мной. Это слово puppy, щенок. Далее переходим ко второму пункту этого задания. Почему буква Ю читается по-разному? И сейчас мы прочитаем с вами все три столбика со словами. Затем вы подумайте, какое же правило здесь срабатывает. И потом сверим, правильно ли вы догадывались. Первый столбик в квадратных скобочках мы видим звук Ю. И зачитаем сейчас слова, которые даны в столбике, произнося звук Ю. Она выделена из жирным шрифтом буквы Ю. CUTE. MUSIC. То есть в данном случае буква Ю произносится в этих словах так же, как она читается в алфавите. Следующий столбик. Краткий звук А. UNCLE. FUNNY. JUMP. RUN. POPPY. Вот здесь вот уже буква Ю дает звук А. Следующий звук. Буква сочетания UR дает нам такой звук. PURPLE. HURLY. BURLY. И как вы думаете, почему буква Ю читается по-разному? И найдем с вами ответ в третьем пункте. Буква Ю расскажет, как правильно ее читать. И мы сверим, правильно ли вы догадывались. Зачитаем стихотворение, а затем правило. U is my name. Three sounds has U. A is in puppy. U is in cute. And like in circle, R is in purple. Меня зовут буква Ю. У меня три звука. А в слове ПОППИ, щенок. Ю в слове КЮТ, милый. И такой же звук, как в слове СЁРКЛ, R в слове ПЮРПЛ. И правила чтения таковы. В открытом слоге буква Ю читается так же, как в алфавите. Напоминаю вам, что открытый слог – это тот слог, который заканчивается на гласную. А в закрытом слоге буква Ю читается, как краткий А. И обратите внимание, что в слове РАН у нас уже закрытый слог, поскольку он заканчивается на согласную, на букву Н. Поэтому ужас читается совсем по-другому. А в сочетании Ю, Р дает звук Р, как в слове ПЮРПЛ. Вот таковы правила буквы Ю. Во втором задании у Хью большой список просьб к Санта-Клаусу. О чём он хочет попросить Санта-Клауса? И, как вы знаете, Санта-Клаус – это сказочный дедушка, который приходит в канун Рождества и дарит детям подарки. И вот перед тем, как мы сейчас зачитаем с вами столбики со словами, я рекомендую вам посмотреть, в каком слоге находится буква Ю в каждом слове, а затем уже прочитать. Первый столбец у нас со звуком Ю, и читаем. Огромные пирожные, огромные торты. Музыкальный фильм. Со звуком А следующей просьбой. Сливочное печенье. Ещё называют его хрустящим печеньем. И со звуком ЭР он заказал. ЭТОЙ ТЮРКИ – ИГРУШЕЧНУЮ ИНДЮШКУ. И ЭТОЙ ТЮРТЛ – ИГРУШЕЧНУЮ ЧЕРЕПАХУ. Отчего бы вы попросили у Дедушки Мороза из этого списка? Подумайте и выберите. А мы пока переходим к пятому заданию. Новогодний праздник оставляет много впечатлений. Who liked the new year holiday? Why? Who понравились новогодние каникулы? Почему? Liked. Обратите внимание на то, что время у нас прошедшее. И поэтому все предложения у нас будут в прошедшем времени. Напоминаю вам, что прошедшее время у нас образуется путём добавлением окончания «иди» к правильному глаголу, если это смысловой глагол. Либо, если это неправильный глагол, то мы используем вторую форму. Список неправильных глаголов есть в конце учебника. Это что касается предложений со смысловым глаголом. Также есть в данном тексте предложения без смыслового глагола. Там уже используется у нас was или were. Напоминаю вам, хотя тема эта у нас была пройдена. И выполнить это задание можно несколькими способами. Первый вариант. То есть вы читаете текст после диктора, то есть после аудиозаписи. А когда идёт аудиозапись, вы следите за текстом, молча про себя, да произнося слова. Затем вы можете сами прочитать текст, но после каждой фразы прослушивать диктора, ставя на паузу запись. Или такой вариант тоже возможен. Вы читаете текст до диктора и сверяете правильность чтения. Потом, позже, да, когда включите запись. Или вы можете читать текст одновременно с аудиозаписью. Вам решать, как вам будет удобнее прочитать этот текст. Сейчас я включу запись. И выбирайте, какой способ вам удобен. Всегда можно запись поставить на паузу, а затем мы с вами прочитаем текст вместе и переведём его. Мы пошли в церковь. Музыка была красивая там. Музыка была красивая там. Мы went to church. The music was beautiful there. For lunch we had a turkey, a huge cake and butter cookies. We wore funny costumes at the party. My mom was a nurse. My dad was a duke. My brother was Humpty Dumpty. I wore a Turkish costume. Мы ходили в церковь. Музыка была красивая там. На обед у нас была индейка, большой торт и сливочное печенье. Мы одевали смешные костюмы на вечеринки. Моя мама была медсестрой, а папа был герцогом. Мой брат был в костюме шалтая-болтая. Это очень известный сказочный герой во многих английских сказках. И это такой человечек, существо в форме яйца. И последнее предложение. Я одел турецкий костюм. Все были одеты в костюмах и было весело. Вот таким был новогодний праздник УХЮ. И это было последнее задание сегодняшнего урока. Я надеюсь, все задания, которые мы с вами разобрали, вам понятны. Правила чтения буквы Ю вы запомнили. И будете обязательно их применять в тексте, когда увидите слова с буковкой Ю. А на этом всё. Если у вас есть какие-то вопросы, смело их задавайте. И, конечно, делитесь этим видео со всеми своими друзьями-одноклассниками. С вами была Елена. Всего доброго. Bye!